МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы ее выбираем, что хотим, зато и голосуем. Я хочу, чтобы президентом России был нужный человек. На своих избирательных участках голосовали и первые лица города. У каждого гражданина есть свои права и обязанности, но это, наверное, входит в обязанность, чтобы выбирать первого человека в нашей стране. Я думаю, каждый человек должен обязан проголосовать в этот день. Городские депутаты также проявили свою избирательную активность. Почему я пришел? Это говорит о гражданской позиции каждого человека. И от этого зависит будущее нашей страны, будущее нашего города, будущее наших детей. На участках также проходили выборы общественных территорий для благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. По предварительным результатам наибольшую поддержку жителей получили тротуары по улице Ленина. Окончательный результат по городской среде будет подведен 23 марта. На выборах президента страны в Волжске проголосовали 64,46% избирателей. На некоторых участках явка составила более 70%. Итоги выборов в Волжске в целом не отличаются от общих по стране. Лидером стал действующий президент Владимир Путин, набравший в нашем городе 72,13% голосов. Путин, Путин. Отрыв от ближайшего конкурента Павла Грудинина значительный. Коммунист набрал всего 17,57% голосов волжан. Большую работу в подготовке и проведении процедуры голосования проделали участковые избирательные комиссии. Как таковых проблем не было. Все что в штатном режиме. В общем-то, если какие-то вопросы возникались, они сразу же решались на месте. В целом, я очень довольна итогами этого дня голосования, потому что объехала все участки. И настроение и у комиссии, и у населения было позитивное. Все с удовольствием шли. Явка довольно-таки у нас хорошая для нашего города. Предварительные результаты по республике следующие. В голосовании приняли участие 66,43% избирателей. На первом месте Владимир Путин 73,99% голосов в жителей Марии Эл. Павел Грудинин 14,55%. Третье место Владимир Жириновский. У него 6,88%. Ксения Собчак набрала чуть более 1% голосов избирателей. У Сергея Бабурина, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского менее 1%. Субтитры создавал DimaTorzok